Привет зрители! Сегодня будет немного техническое видео. Я уже почти год использую аудиокарту Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения и конечно же у меня с ней возникали некоторые проблемы. Сегодня я расскажу как их решить и об одной прикольной фишке, которую я нашел совершенно случайно. Если вам лень смотреть это видео целиком, то снизу в описании вы можете найти ссылки, тайм-коды на каждую из этих проблем отдельно. Первая проблема, как и многие из них, связана с обновлением Windows. Если у вас пропал звук микрофона в браузере и приложениях, но работает в DAW и прочем музыкальном софте, то возможно Windows запретила вам пользоваться микрофоном. Необходимо пройти в меню Пуск, далее Настройки, далее Конфиденциальность, находим Микрофон и проверяем включена ли вот эта галочка. Вуаля! Все работает! Данная проблема может возникнуть на любых аудиокартах со своим драйвером после обновления Windows. Если у вас пропал звук и не помогают перезагрузке и перетыкивание драйверов и проводов, то возможно у вас слетела настройка каналов на звуковой карте. Открываете меню Пуск, ищите там Панель управления. Далее ищем Звук. Находим вашу карту, нажимаем правой кнопкой мыши, Свойства. Заходим в раздел Дополнительно. И в выпадающем списке выбираем верные для вашей карты параметры. В моем случае это два канала 24 бита, 48 тысяч герц. Иногда, после обновления Windows, у вас может быть выбрано 6 каналов или другие параметры, которые совершенно не подходят вашей карте и в нормальных условиях вообще не должны появляться в данном выпадающем списке. Нажимаем проверка. Если мы слышим звук, то все отлично. Нажимаем применить, окей. И выходим. Третья проблема, это неработающий режим с частотой дискортизации выше 48 кГц. Для исправления данной проблемы необходимо установить Focusrite Control. Это вот такое вот приложение. С официального сайта. Ссылку я оставлю в описании. На официальном сайте выбираем раздел Support, Downloads. Здесь мы выбираем Focusrite. Выбираем вашу карточку. В моем случае это Solo третьего поколения. Ну и выбираем Focusrite Control, загрузить. После установки данной программы все должно заработать и у нас появятся режимы. Следующая проблема может вытекать из предыдущей. Focusrite Control выдает ошибку No Hardware Detected. Вероятнее всего проблема с сервером Focusrite. Необходимо пройти в проводнике по адресу Disk C Program Files Focusrite Focusrite Control Server. Найти Uninstall Service. Запустить его от имени администратора. Это удалит. Далее устанавливаем сервис заново от имени администратора. После всех действий добавляем Firewall Exception. Вуаля, у вас все работает. Следующая проблема. Если вы переключаете размер буфера, часто можно увидеть экран смерти. Чаще всего это происходит при больших переменах буфера, к примеру, с 64 на 1024 или обратно. Проблема пока что мною не решена до конца, но есть один способ избежать ее или видеть синие экраны реже. Поставьте все звуки и аудио на паузу. Закройте по возможности все вкладки с видео и аудио в браузере и плееры. Если вы работаете в DAW, то поставьте на паузу, сохраните ваш проект, дождитесь окончания всех хвостов реверберации и только тогда переключайтесь. А в идеале делайте это сразу после перезагрузки вашей операционной системы. Ну и напоследок прикольная функция, которую я обнаружил, когда поставил свежую версию Focusrite Control. У нас появилась возможность настраивать цвет индикатора входного сигнала. Нажимаем вот эту иконку с шестеренкой и видим вот эту вкладку. Для каждого из трех видов входного сигнала можно выбрать свой цвет. Их всего 7 вариантов. Красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и бледно-розовый. Спасибо, что посмотрел это видео, надеюсь оно было полезным. Если я помог тебе, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментарии, какие еще проблемы возникали у тебя с этой карточкой. Пока!